Приветствую, друзья! Сегодня 26 июля. 26 июля во многих странах мира, таких стран около 30, отмечается День бабушек и дедушек. Не просто День пожилых людей, а именно День бабушек и дедушек. В Украине такого праздника нет, хотя мне очень бы хотелось, чтобы он все-таки был именно вот с акцентом на бабушек и дедушек. У нас вообще с дедушками, ну, острейший кризис. Мы, в принципе, как в глобальном масштабе, страна без дедушек. Тем не менее, почему именно 26 июля? Прежде всего потому, что эта дата имеет отношение именно к христианской культуре. В чем суть? Католическая литургия. Именно 26 июля чествуют святых Иакима и святую Анну. Иакима и Анна – это, ну, вы наверняка это знаете, это родители Девы Марии. То есть это бабушка и дедушка Иисуса Христа. Поэтому первое, ребят, что я вам предлагаю, давайте вы быстренько поставите лайк этому видео, напишите классный комментарий, поздравите дедушку Женю, это тоже актуально, и обязательно поздравите своих бабушек и дедушек. Пожелайте им долгой-долгой счастливой жизни, а мы обсудим, в чем, собственно говоря, польза бабушек и дедушек. Смотрите, когда ведь мы произносим вот эту фразу «бабушка и дедушка», то мы рассматриваем совершенно конкретного человека в совершенно конкретной социальной роли, в роли бабушки, в роли дедушки. То есть его отношение этого человека к детям, к внукам в частности. Так вот, люди-человеки относятся к очень-очень ограниченному количеству живых существ, которые живут на планете Земля, у которых жизнь много лет продолжается после того, как это живое существо теряет способность к размножению. Причем у человека именно это половое разделение очень характерно. Смотрите, у женщины наступает менопауза, то есть она не может продолжать род, но после этого она живет, ну, как правило, не менее одной трети отпущенной ей природой жизни. Для чего? Как природа вообще такое предусмотрела? Зачем нужна менопауза? Почему природа так вот поступила, что живое существо есть, но никак не размножается? И таких существ фактически человек, некоторые титы, косатки, дельфины, там слоны. Совсем недавно, буквально 2-3 года назад доказано наличие менопаузы у шимпанзе. И, собственно говоря, все. И есть, собственно говоря, теория, которая называется гипотеза бабушек. Теория, которая объясняет, для чего вообще это надо, для чего нужна менопауза. Что оказывается, выживаемость потомства значительно повышается в ситуациях, когда на определенном этапе женщина перестает ухаживать за своими детьми, а помогает другой женщине, молодой женщине, ухаживать за ее детьми. То есть участвует в обеспечении внуков едой, безопасностью, водой и так далее, и так далее. И действительно, у слонов, у косаток, вот четко есть подтверждение. Там бабушки-косатки, бабушки-слонихи активно присматривают за малышами. Есть, конечно, ученые, которые очень возражают против этой теории. И в качестве возражений они используют следующие аргументы. Если природа такая умная, что предусмотрела менопауз, для того, чтобы женщина могла спокойно заниматься внуками, но почему природа не позаботилась о том, что именно уменьшение количества эстрогенов, которое характерно для менопаузы, приводит ко всем вот этим вот остеопорозам, остеоартритам, болезни Альцгеймера, ишемической болезни сердца и так далее. Ну, в конце концов, было бы логично, если бы бабушка активно могла помогать, а не переживать за свои суставы или состояние памяти. Кстати, есть и другие возражения, где сказать, да, конечно же, косатки и слонихи точно помогают, но для шимпанзе это совершенно не характерно. Собственно говоря, пожилые самки-шимпанзе практически никогда не живут рядом со своими дочерьми и к внукам никакого отношения не имеют. Тем не менее, смотрите, как мы тут сосредоточились именно на биологической роли женщины, на бабушках, да. А мне бы так хотелось привести кучу примеров того, как дедушки шикарно прям вот обеспечивают внуков и едой, и комфортом, и безопасностью. И вот хотелось бы прямо целый ряд вот таких примеров привести, но в голову мне приходит только один очень показательный пример того, как дедушки заботятся о внуках. Речь, например, идет о великом химике, которого зовут Виктор Миллз. Вы еще не знаете, кто такой Виктор Миллз? Сейчас я вас научу, хотя я об этом писал в своих книжках. Наверное, кто читал Комаровского, знают, кто такой Виктор Миллз. Так вот, Виктор Миллз был химиком в компании Проктер и Гэмбелл, а в свободное от химии время ему приходилось очень много возиться со своими внуками. И вот эта процедура возиться с внуками предусматривала регулярную смену внуковых пеленок. И это так достало дедушку Виктора, что он стал тем, кто придумал одноразовые подгузники, поскольку Виктор Миллз был химиком в компании Проктер и Гэмбелл. И именно Виктор Миллз создал вот те самые первые памперсы. Это, так сказать, совершенно очевидная польза не только бабушек, но и дедушек применительно к выращиванию детей. Именно сейчас, в 21 веке, мы имеем просто ужасное противоречие, ужасный конфликт, связанный с бабушками и мамами. Суть этого конфликта совершенно очевидна. Дело в том, что в течение практически тысячелетий, именно тысячелетий, то, что делает мама, практически ничем не отличалось от того, что делала ее мама. То есть, как кормила женщина в 18 веке, точно так же кормила она в 17, в 16 и в 15. И вот в 21 веке произошла фактически революция, когда изменилось практически все, когда появились новые технологии ухода за детьми. И системы наблюдения, и возможности кормления, и возможности обеспечения безопасности, и новые технологии ухода за детьми. Именно в 21 веке возникли новые способы коммуникации посредством мобильных устройств. То есть, оказалось, что весь тот огромный опыт, который имеют бабушки, он очень хорош для начала 21 или для 20 века. Но что с этим опытом делать в 2024 году, совершенно непонятно. Потому что то, что сейчас в каждом доме, 20 лет назад невозможно было себе даже представить. То есть, еще раз, самое главное, опыт бабушек, личный опыт выращивания детей, не работает, делиться нечем. Это первое. И это важнейшая противоречия. Следующая противоречия, противоречия номер два. Это уникальная нелогичность того факта, что ухаживать за детьми намного проще. То есть, на стирку, глажку, высушивание постельного белья, приготовление пищи. Уходит у современной мамы намного меньше времени. То есть, казалось бы, у нее есть все условия для того, чтобы как можно больше общаться непосредственно с ребенком. Но на практике ничего подобного не происходит. Современные мамы, имея возможности намного меньше стирать и намного меньше готовить, намного меньше общаются с детьми и проводят очень много времени, общаясь с цифровыми устройствами. То есть, дети. И это не вызывает никаких сомнений. И от этого страшно. И от этого волосы дыбом. Позже начинают говорить. Позже начинают соображать. Потому что, в конце концов, с ними очень мало общаются. И вот тут возникает новое, очень важное и очень эффективное приложение для того, чтобы бабушки и дедушки могли принести огромную пользу. Пока мамы и папы погружены в цифровые устройства и не хотят из них выходить, чтобы заниматься собственными детьми, бабушки и дедушки по возможности должны взять это на себя. Ну, всегда, когда такая возможность, желание, время на это, здоровье на это есть. Не надо помогать стирать. Не надо помогать готовить еду. Не надо. Ваша главная помощь – общаться с ребенком, читать ему книжки, разгадывать вместе с ним загадки. И здесь, и здесь в пользу обоюдная. Ибо нагружать мозги собственные – это один из самых эффективных способов поддерживать здоровую старость. Ваша когнитивная функция будет сохранна тогда, когда вы постоянно нагружаете собственные мозги. Внуки – прекрасный способ нагружать собственные мозги. И еще одно направление, в котором польза бабушек и дедушек просто очевидна, причем эта польза обоюдная – это выгуливание детей. На сегодня у детей, к сожалению, все самое интересное, то, чем они предпочитают заниматься, сплошь и рядом, находится внутри помещений. Вытащить ребенка из дома, гулять в любую погоду, общаться, гуляя в любую погоду, много двигаться вместе с ребенком – это улучшать здоровье ребенка, улучшать когнитивные способности ребенка, это улучшать свое бабушке-дедушке-но здоровье, это улучшать свою когнитивную функцию. Поэтому, бабушки и дедушки, разговаривайте с детьми, гуляйте с детьми. Это главное, чем вы можете им помочь. И себе тоже. Так что делайте правильный вывод. По скрипту обращаю внимание бабушек, ну и, конечно же, дедушек, что у доктора Комаровского есть образовательный курс, который называется «Курс современной бабушки». Настоятельно рекомендую. Это не только улучшит вашу жизнь, но и очень сильно улучшит жизнь ваших детей и внуков. Делайте правильные выводы еще раз. Всех с праздником! С днем бабушек и дедушек! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова